Всем привет! Значит, 712 серия. Это серия династий, которая будет в формате стрима проходить. Так, начнем, наверное, мы с семьи Бернарда, семья наследника, и сюжет здесь интересный. У меня сегодня в планах поиграть четырьмя семьями. Ну, я обычно, когда серию тоже записываю, всегда себе пишу, кем буду играть. Ну, и приблизительно, что хочу этой семьей поделать. Этот стрим останется, конечно же, в стримах, но потом я еще планирую сделать из него, наверное, нарезку. Самое такое нудное убрать и залить в обычный формат серии, видео, потому что... Ну, боюсь, что это видео будет упущено, но не смогут найти продолжение. Хотя я, конечно же, добавлю его в плейлист. Так, что у нас тут с мальчиками происходит? Мальчики у нас тут плавают. У нас тут такая интересный квадрат любовный произошел. Дафна и Спринг. Вот, девушки. Давайте мы их, наверное, сейчас и пригласим. Я, насколько помню, мы собирали группу на стриме. Да, начать собрание. Вот, и пусть приходят сюда. Ну, типа, знаете, мальчишки пригласили девчонок в бассейн провести время хорошо. Поплавать у нас весна, хорошая погода. И будем что-то придумывать. Берни, кстати, дома. Эми где-то, графиня, шляется. Где-то ресторан Афродита. Ишь ты какая, пошла в ресторан Афродиту. Сама, наверное, или с кем-то. Ну, возможно, с кем-то из родственников. У нее родственников полно. Вот, и вот девушки тут проходят. Пошла сразу разговаривать с наследником. Сразу примерить, да, усесться, конечно же. Как тебе будет тут смотреться, если ты станешь матерью наследника. И Эдвард тут, как тут, подоспел. Я хочу их всех вместе. Сейчас, раз уж мы... И, кстати, погода испортилась, по-моему. Или мне так кажется. Нет, Берни, подожди, извини, извини. Берни, ты нам не нужен. Ты будешь мешать. Будешь свои старческие анекдоты рассказывать. Вот нам это не особо интересно. Так, собрание у нас есть. Собрание есть. И можно их вот вместе всех отправить поплавать. Ну, да, и Берни тоже пришел посмотреть, как тут у детишек дела. Иди, иди, грейся у камина. Смотри, иди сожги тысячу. У нас денег много. Если родится девочка, предлагайте Мартой назвать. Вообще, у меня есть список имен. Но я не готовилась к этому стриму. Поэтому я, как бы, окончательно не определилась, как назовут ребенка или детей. Ну, я надеюсь, что ребенка Изабеллы. Поэтому ни для мальчика, ни для девочки я окончательного имени не выбрала. Хотя вот список у меня есть там и для девочек, и для мальчиков. Три-четыре имени, таких, которых мне нравится, есть. Что мы видели в прошлый стрим? Что мы видели в прошлой серии? Как развиваются отношения? Ну, я, в принципе, определилась, да, что, наверное, нужно как-то мальчикам выбирать из этих двух девчонок Спринг и Дафны. Ну, во-первых, у них очень нравится мне генетика. А генетика – это немаловажно. Так, Берни не может сыновей оставить. Дафна куда-то убегает. Нет почему-то, кстати, совместных действий для бассейна. Тоже очень странно. Плавать с... Так, давайте мы Дафну позовем, Спринг и Себастьян. Пусть они все вместе поплавают. Да, поздравляю всех с 8 марта. Я вначале поздравила. Весеннего нам всем настроения. У нас сегодня прям даже солнышко вышло. А то обычно пасмурно. А сегодня прям... Прямо с самого утра солнце на улице. Акалия и Кириана когда станут взрослыми? Ну, все постепенно станут когда-нибудь. Значит, у нас девчонки общались с мальчиками. И что мы успели заметить? Мы успели заметить, что у Себастьяна есть некая симпатия к Спринг. Да, мы даже не к Дафне, а Дафна охреневшая. Что значит у него симпатия к Спринг? Да, мы видели их в ресторане. Они сами... Я считаю это всегда знаками игры, что они сами сходили. И так романтически прям у них был стол накрыт, вино. Все очень красиво. Они были в официальных нарядах. То есть, как бы Себ со Спринг сходили на свидание вдвоем. Также у них были парные свидания, где, собственно, никто ни с кем не был. Просто хорошо проводили время. Но также потом они отправились... Не знаю, как это сказать. В общем, тоже отправились вместе погулять. И я надеялась, что кто-то с кем-то вухукнется. Солнышко до сих пор у кого-то? А, все, я поняла. Я просто увидела смайлик солнышка и вспомнила, как в прошлый стринг... В прошлый стринг Спринг у нас вся светилась. То есть, у нее был мудлет такой, солнышко, от того, что она нашла сокровище какое-то там. Снизошло на нее благословение. Она солнышко увидела в джунглях. И Дафна успела у нас вухукнуться не только с Эдвардом, потому что она начала с него, но еще и с Себастианом. Но это остается тайной. Кроме Дафны, об этом никто не знает. Эдвард, конечно же, не говорил Себу, что у него было что-то с Дафной. Ну и Себ тоже не стал рассказывать брату. Поэтому Дафна никому не рассказывала. Но мальчики оба знают, что они оба с ней выхукнулись. Спринг, конечно же, тоже ни сном, ни духом ничего об этом не знает. Бернард к ним пришел. Ну, раз уж пришел, то пусть здесь тоже веселится. А этично ли, что двоюродная внучка Эми выйдет замуж за ее пасынку? Конечно, они же не кровные родственники, и они об этом знают. Понимаете, другое дело, когда вот, например, Элеонора и Габриэла, они там лет до 18 себя считали родными сестрами. Поэтому вот будет неэтично, если сын Дориан, да, сын Элеоноры вдруг женится на одной из дочерей Габриэлы. Вот это будет точно неэтично. Потому что они себя считали сестрами. Ну и до сих пор считают, несмотря на вот все, что произошло. Потому что они вместе выросли. А тут, конечно же, просто семьи близки. Почему бы и нет? Вот нормально это. Я не вижу вообще в этом никакой абсолютно проблемы. Так вот, куда-то у нас Сеп уже убежал. И как бы он ни с Дафной побежал. И это прям очень даже в тему. Мне тут кошка пришла, конечно, тоже очень в тему. Смотрите, у них даже сразу действия в уху есть. Давайте пусть они поговорят. Дафна, конечно же, общается со своей тетей Эми. И она вообще знает, что в этих... Да, и тут племянница пришла у нас тут, графиня Элеонора, пришла немножко помочь по хозяйству. Вот, Дафна об этом всем знает. И она в курсах, что Берни хочет выбрать наследницу с хорошим характером. Вот, она знает от той же Эми, от своей родной тети Эми. Знает о всех бедах, которые принесла в эту семью Санай. Что такая вот, в общем, симка была. И что Берни хочет видеть невестой и женой своего сына, наследника. Хочет видеть спокойную девушку без всяких вот таких замашек царских. Вот, а у Дафны немножечко есть царские замашки, да. То есть, ну, я не могу сказать, что она прям совсем плохая, но по сравнению со Спринг, которая вот, как я говорю, как солнышко светится, да, и тут Спринг решила на уши упасть. Вот, в отличие от Спринг, все-таки у нее в голове такая вот мысль сидит, что графиней-то лучше быть, чем просто быть женой, ну, женой Сима как бы с достатком, да. Лучше уж быть графиней. Тем более, она видела, как ее тетя теперь посещает разные мероприятия у монархов. Ну, короче, у нее глазки загорелись. Вот, и она об этом поговорила с Эдвардом. Давайте она, наверное, все-таки с Эдвардом вначале поговорит. Вот, о том, что она, я думаю, что Дафна, ему, давайте, наверное, я девочек возьму в контроль, потому что мне очень сложно управлять, как-то пытаться, вот, тетя идет, что-то делать от их лица, когда их здесь нет. Давайте они пойдут вот здесь на диванчике и посидят. Дафна об этом в курсе. И я думаю, что она скажет Эдварду, тем более они вухукнулись, и между ними, ну, в отличие от Себастьяна, и Спринг тоже вроде как что-то есть. То есть пока у нас пары выглядят так, что Эдвард и Дафна, и Сеп и Спринг. Вот, и Дафна предложит Эдварду, что, ну, ты знаешь, что твой отец, вот, хотел бы видеть там спокойную девушку, говорит, ты должен, если ты хочешь стать наследником, ты должен стараться угождать своему папе, скажем так. Ну, убегает он. Кошка, уйди, ты мне всю клавиатуру блокируешь, не могу двигать, Симов, не могу двигать. Кошка уляжется прямо вот на клавиатуру, у меня клавиатура непроводная, и сразу она перестает у меня, перестает работать. Короче говоря, ну, в общем, я к чему? Что Эдвард не хочет участвовать в этих играх. Ну, мы знаем, что Эдвард более такой спокойный по характеру, я думаю, что он скажет Дафне, что я вообще, знаешь, мне вообще все равно, кого отец выберет наследником, пусть выбирает того, кого он считает нужным. Вот, если посчитает, что я более достойный, то пусть так и будет. Ну, в общем, Дафна понимает, что, ну, как бы, ай, видите, щекотаться к ней полез. Ну, Дафна понимает, что такой не особо он сговорчивый и не амбициозный, то есть не стремится действительно стать наследником, а она бы хотела, она бы хотела стать графиней. Опять же, я не хочу делать Дафну полностью негативной. И давайте пусть она пойдет, подсядет сюда, посмотрит. А здесь, ну, милая такая картинка, я думаю, что действительно между ними, ну, симпатия есть, и Спринг понравился, Себ, и Себу она тоже понравилась. Вот, что немаловажно, мы их видели вдвоем, они были в ресторане. Так, коты, я надеюсь, что у вас есть лотки, и вы меня не будете беспокоить. Оскар, наконец, постарел, да, Оскар постарел. Ну, и фиг с ним. Уже пора, собственно, уже пора. И Дафна понимает, наверное, что все-таки Леонора вспомнила, что она тут племянница, а не уборщица, и решила тоже отдохнуть с ребятами. И Дафна понимает, что Себу более, наверное, выгодный вариант, хотя она еще с ним не говорила. И давайте пойдем с ним тоже пообщаемся, пусть она поговорит с ним наедине. Опять же, никто не знает о том, что Дафна уже вухукалась с обоими. Вот, об этом знает только сама Дафна, потому что братья, ну, не стали такие, как бы, деликатные моменты. Они, у них не то чтобы вражда, но у них не особо такие прям искренние и доверительные отношения. Все-таки братья между собой, ну, какая-то, особенно после смерти Тианы, что не поддержал брат. И Себ, как бы, ну, еще больше это их отдалило друг от друга, поэтому они, ну, не доверяют другу-другу, там, такие вот секреты. Вот я хочу, чтобы Дафна сейчас еще пошла с Себастьяном поговорила, вот, и рассказала о том, что ей там тетя на хвосте принесла, о том, что наследника отец выберет того, чья жена будет более спокойной. То есть, короче, получается, Берни даже вот настроен на то, чтобы выбирать не наследника, а будущую мать. Да, он так и сказал, что вы сначала женитесь, а потом уже будет видно. Ну, тут еще такой момент, что Спринг-то она сама спокойная. Да ну, не убегай ты, е-мое, не успевай. Вот почему говорят, что серии, типа, а что серии сложно записывать? Потому что, когда я записываю серию, я вот эти вот все моменты вырезаю, где кто-то убежал, а они постоянно убегают. Или нужно убирать свободу воли, вот, а я не люблю этого делать, ну, как-то это, мне кажется, плохо. Они тогда просто стоят, как истуканы. Вот, либо постоянно следить, вот, бывают симы там только с пятого раза сажаются, усаживаются и разговаривают друг с другом. Вот, ну, Дафна тут вот эту вот удочку закидывает о том, что, а ты знаешь, что твой отец будет выбирать такую вот такую девушку. И тут, я думаю, что у Себа, ну, начинают мысли в голове всякие. Раица, ему бесспорно больше нравится Дафна. Ой, господи, Спринг, ну, как мы видели, да, по их общению. Ну, собственно, Дафна сказала это и убежала. Я сейчас хочу такое акцентировать внимание на Себастьяне, чтобы он подумал. И он хотел бы стать наследником. Ну, как-то это у него, во-первых, как говорится, в крови, да. Во-вторых, об этом говорила много Тиана. Она говорила о том, что ты должен, ну, перед папой как-то выглядеть в лучшем свете. Вот, и он начинает сомневаться, что Дафна, ой, это, Спринг-то она хорошая, она ему нравится, но выберет ли её, например, Себастьяна нам. То есть он понимает, что с Дафной можно, так сказать, вместе заодно слушать, как Дафна паникует. А что у Дафны паника? У Дафны паника, потому что она тут это самое. И найти ту Дафну не могу. У Дафны амбиции есть, слава богу, не такие, как у Санай. Нет, конечно, не такие. Вот она пришла, я не знаю, еще она паниковала. Для сюжетных моментов лучше времени выбирать свободу, вырубать свободу воли, можно выключить свободу для активного перса. Да у меня постоянно ж такие какие-то моменты. Ну, в общем, тут у нас такая вещь проскакивает, что Себ... Очень-очень сомневается. То есть если он выберет Спринг, то, скорее всего, наследником он не станет, потому что Дафна очень умна и... Ну, это он так думает, что Дафна очень умна и она, даже будь она с Эдвардом, даже будь она с ним не заодно, она, скорее всего, перетянет одеяло на себя. С другой стороны, если он выберет Дафну, то, ну, Спринг ему действительно нравится. И, ну, это будет, ну, как бы, я не могу сказать, что это прям сильная любовь. И вот он должен сам понять, насколько сильно ему нравится Спринг и готов ли он быть с Дафной. Хотя Дафна ему тоже симпатична. Вот, ну, честно говоря, зная его маму, я все-таки склоняюсь к тому, что он выберет первый вариант. Мы сейчас принимать, наверное, решение не будем. Себ не будет принимать решение. Вот, а они все пойдут вместе и, не знаю, что-нибудь посидят здесь. Давайте им сделаем задание, чтобы они сели и посидели вместе. А Берни пойдет им... Это же все-таки у нас тут семейный такой ужин, да? А Берни пойдет, вот, что-нибудь для всей семьи приготовит. И Эми к нам присоединится, я добавлю стулья. А это что за кот? Подождите. А, это кошка Эми. Боже, она еще живая. Здесь же остановлено время. Ага, поэтому эти коты здесь у нас живут. Не взрослеют, не стареют. И, кстати, тут даже есть какая-то еда. Можно и, собственно, не ждать. Бернарда. Он может развестись с Дафней после смерти Берни, если ему больше нравится Спринг. Но, вы знаете, если он разведется с Дафней после смерти Берни, я сомневаюсь, что Спринг захочет быть с ним. Тем более, в таком случае, Спринг у нас будет с Эдвардом. Вот. Я Эдварда потеряла. Эдвард пошел почему-то спать в домик на дереве. В детстве не наигрался. Мало мы здесь были в детстве. Посмотрите, посмотрите. Сеп пришел тут вместе с Дафней разговаривает. Я думаю, что вот сейчас у него как раз-таки происходит в голове такой момент, что он принимает такое непростое решение, потому что, акцентирую внимание на том, что Спринг ему понравилось. То есть, не все так просто будет, да? Если бы он одинаково относился к обеим девушкам, ну, собственно, ничего к ним не чувствовал, то это был бы просто холодный расчет, но в этом случае, ну, как бы для меня очень важно, что это будет, ну, значит, что он, ну, потеряет то, о чем бы он хотел. Юля, надо романтику Севу добавить со Спринг, а то там только дружба. Ну да, давайте добавим. Так что-то замутка какая-то. О, боже, блохи, говорит, у вашей кошки блохи. Вы что, такие эти самые графы тут? А кошка-то блохастая. А как вывести блох? А как вывести блох? Проще вывести кошку, скажу честно. Проще вывести кошку. Может, мы сходим... А как вывести, кстати, блох? Может, мы сходим... Кошку отведем? Что случилось? Я, кстати, еще эту Спринг добавлю. Кошка в управление. Кошки попробуем блох вывести. Валяться на диване. Уход за питомцем. Так они это превратить? Нет. Как ее отвезти в ветеринарную клинику? Наверное, так. Давайте к ветеринару пойдем и возьмем с собой Спринг. Вот. Он возьмет с собой Спринг. И там, я думаю, что они не только блох выведут, но еще и поговорят. Дафна очень переживает. Она очень переживает. Она понимает, что, ну, как бы, Сеп более сговорчив. И он, в принципе, ну, сыграет с ней в эту игру. Ну, как бы, против Эдварда. Ради наследства. Но она тоже понимает, что Спринг ему симпатична. И не знает, будет ли он... Пойдет ли он на это. Так, пошел. Куда ты пошел? Иди собаку веди. То есть кошку. Сегодня стрим по стейкам, но могут родиться котята. Да, могут родиться котята. Мы в прошлой серии... Да что ж такое, иди ты уже, иди в ветклинику. Вот почему серии так долго записывать. Потому что, вот, три раза дашь задание в ветклинику, и они не идут. То есть идут с пятого раза. Это приходится вырезать в серии. Долго, короче, мучиться. Я устала от серии. Мне как вот, чисто если как творчество, то мне интереснее сесть и придумать что-то для шорца. Идею какую-то, отзвучку эту записывать, сцены эти снимать. Чем мучиться в серии, как они 10 раз там встанут, сядут. А на стриме хотя бы я там на ваши вопросы отвечаю. Мне это интереснее. Я насчет... Насчет Изы не спрашивайте. Я не знаю. Не решила. Посмотрим. Не планировала. Тиана успела повлиять на своего сына перед смертью. Я думаю, да, что разговор с ней... Тоже повлиял на него. Он, в принципе, как бы по крови так немножко похож на нее, да? Генетически все-таки есть у него вот эти амбиции. И мы видим это все, как бы исходя из его характера. Так, Спринг сюда отправим. Как вы вообще считаете? Кстати, а как кошку-то лечить? Вот у нас, кстати, появилось. Записать на стерилизацию, на лечение. Кстати, ну, стерилизация нам не важна. Потому что на семье стоит сердечко, и она сама не забеременеет. Вот. Как вообще вы считаете? Так-то мне кажется, что и Спринг ей нравится, Сеп. Ну, пока между Спринг и Эдвардом особо, ну, там было что-то, но так, больше дружеское. На обследование мы кошечку записали. Ну, и тут кошатница наша знаменитая. Так, без очереди прошла или нет? Мы уже записали, мы уже записали питомца. Давайте. А где наш кот? Где наша кошка? Ну, вот. Я думаю, что Сеп все-таки примет предложение Дафны. Но всю жизнь, в глубине души, он будет смотреть на жену своего брата. Собственно, на Спринг. И думать о том, что, а не сделал ли он ошибку. И нужно ли было ему это наследство. Хотя мы же понимаем прекрасно, что это не обозначает стопроцентное наследство для Себа. Хотя Дафна, ну, скорее всего, приложит к этому максимум усилий. Так, кошка наша. А тут все блохастые. Принц пришел наш кот. Этот самый оплодотворитель. Или как он называется? Не знаю, такая. Это что за кошка такая? Это я даже не знаю. Саша. А, это Саша. Это рейджевская кошка. Вот, наше имя блохастенькое идет. Давайте пойдем за нее тоже попереживаем. И Спринг пусть идет сюда. Вот, у нас тут сегодня работает Руби ветеринаром. Будет блог выводить. И Скотти здесь тоже. Ну, Скотт, конечно же, в ветеринарной клинике должен быть обязательно. Есть какое-то специальное название у котов, у мальчиков. Так, базовое лечение. Дорогое. Давайте дорогое выберем. Репродуктор. Вот. Я помню, что мы, когда кошку-то брали нашу капельку, мне вот это вот... Я же спросила, что, ну, покажите мне маму, папу, когда мы пришли. Все, блог вывели. Вот. И она же мне показывала. Это у кота, боже, какой шикарный папа был. Мы, собственно, и выбрали, наверное, окраску такую, какая есть у нашей капельки. Потому что папа у нее был такого. Давайте пусть они здесь пойдут посидят. Цвета. У нее, по-моему, если я не ошибаюсь, мама была лилового цвета у нашей кошки. А папа серенький. Вот. И мама там, она котят кормила, что-то такое. Там нам ее быстро показали. Ну, она мне какая-то, честно говоря, замученная такая показалась. Может, от того, что котят кормила. Там же у нее их семеро, по-моему, было. Вот. А папа, боже, такой шикарный и вообще такой красивый. И я эту бабу спрашиваю, которая котенка отдавала. Говорю, она же будет на него похожа? Она говорит, да. Типа она на него будет похожа. Я говорю, о, надо вот эту брать. А потом еще ее Юлька, оказалось, зовут. Но это уже другая история. Это уже оказалось после того, как мы ее взяли. Вот. Мне очень понравился папа. Так вот, она мне его показывала, что этого кота, он там бегал. Вот. И она его называла репродуктор. Она говорила, что он репродуктор. Так что он не осеменитель у них. Ну, это в Польше так его называют. Может быть, у нас и осеменитель. Ты пиво принес? Слышь, это... Да холодненько. Принеси пиво. Ну, извини. Шутка была. Раз все хотят из очку, вот вам праздничный запрос. Напивайся всех прекрасных дам с праздником. Спасибо. Так, я хочу, да, им немножечко романтики добавить. Давайте солнышко, пусть выйдет. Вот. И я думаю, что Сеп тоже скажет Спринг о том, что вот там наследство, что только, ну, как бы один может стать графом. Вот. И Спринг ему скажет, что, ну, мне вообще это как бы безразлично. Ну, то есть, она говорит, да, ну, какая разница. И я думаю, что она даже вот как-то скажет так, что, возможно, даже она сама бы не хотела. Вот потому что это нужно постоянно в каких-то мероприятиях участвовать, куда-то ходить. А она у нас такая более спокойная. Вот. Ну, то есть, Сеп понимает, что она не особо заинтересована и не будет там делать все. Было бы прикольно, если бы Иза 8 марта родила. Ну, да, и прикольно, если девочка, ну, мальчик же тоже может родиться. А, Майрон тоже... Майрон родился 8 марта? Да, Майрон где-то вот в марте родился. Я помню, что весной. Возможно, даже 8 марта. Но я его Майроном вообще не из-за этого назвала, если что. Это вообще, ну, как бы... Я это только сейчас поняла, что Майрон и Марта немножко созвучно. Так, я хочу сделать им поцелуй. Ну, вот такое, как бы... Ну, чтоб запомнилось и Себу, и ей. Ну, вот, ну, Себ понял, что Спринг не заинтересована вообще вот в таких никаких играх, и он понимает, что она не хочет в этом участвовать. Так что, вот так, ему придется с тяжелым сердцем как-то вот пытаться от нее дистанцироваться, чтобы по уши не влюбиться, хотя, мне кажется, ну, что уже, наверное, это в какой-то степени произошло. Мелоди бы хорошо было полить... Что было бы полить 8 марта девочку, чтобы она продолжила женскую лидию. А, родить, в смысле, девочку для Мелоди? Ну, Мелоди еще рано. Мелоди еще рано. Я вообще, кстати, не собиралась Мелоди сегодня играть. Ну, посмотрим. Давайте сменим контроль на Эдварда. Да, первая серия тройняшек. Три года назад, наверное, так и вышла. Купи Себу куб будущего, пусть он спросит, что думает по поводу Спринг. А, кстати, есть еще гадалка. Ну, не та гадалка, которую нашла Рейн. А есть фестиваль романтики, и там есть гадалки. Ну, они фигню всякую гадают. Кстати, что у нас тут по календарю? Ну, день... А интересно, можно как-то запланировать? На сегодня уже нельзя. Фестиваль снега у нас завтра. Фестиваль юности. То есть сегодня фестиваль снега, завтра фестиваль юности. А можно как-то добавить, наверное, фестиваль или нет? Добавить праздник, добавить события. Фестиваль, наверное, нельзя планировать. Да, Мелоди к следующему, 8 марта. Ну, они там всякую фигню готовят. День признаний в любви. Но это не фестиваль романтики, это что-то другое. Да, сегодня фестиваль снега, завтра фестиваль юности. А дальше, по-моему, фестивали еще не распланированы. Ой, боже, опять я туда пошла. Мелоди старородящая, простите. Да что вы? Нет, нет, все нормально сейчас у нее. Ничего она не старородящая. Иза! Мне ответы Куба будущего больше нравятся, чем у гадалок на фестивале. Гадалки на фестивале обычно просто говорят, там, будешь ты с этим Симом или нет. То есть, да или нет, и как бы, ну, рандомно они это говорят. Собрать всех женщин династии на одном мероприятии можно устроить, да, вечериночку. Так, сейчас бы мне не промахнуться. Отправить сюда Сеп, отправить сюда Спринг, видите? Отправить сюда вверху, а не внизу. Я думаю, что Сеп... Вот как... Ой, хочет у нас тут кто-то размножаться. Как ее вызвать теперь? Пригласить на свой участок. Вот я думаю, что Сеп скажет Дафне, что, наверное, он готов с ней скооперироваться. Сейчас мы ее найдем. Так, все, она уже прибежала. Сейчас мы соберем с ней группу. О, тут есть какая-то скамейка, прекрасная скамейка. Давайте сюда мы их отправим. Если вы помните... Планшет кто-то потерял здесь. То когда-то давно-давно здесь Маркуша делал предложение Венди. Олеса Чахан взрослеет до малыш. Ну, вот будут выскакивать периодически такие сообщения. Мы потом на стриме обычном, который в выходной день, посмотрим всех, кто повзрослел, кто вырос. Так что я думаю, что судя по характеру Себа, то он готов вступить. Ну, и, значится, Эми-то у нас тетя, родная Дафны. Поэтому здесь будет все легче намного. Потому что, ну, как бы я не думаю, что Эми будет влазить. Тут что они, собаки, бегают? Вот вы говорите, серию записывать. Я пока серию запишу, честно, я вот матюкаюсь в конце. Потому что они убегают туда-сюда. Надоело. Я не могу это в серии. Так это я пока серию запишу, ругаюсь. А потом я еще монтирую, ругаюсь. Потому что я эти все моменты вырезаю. И уже ничего не хочется, честно. Когда раньше было мало дополнений... Раньше такого не было в игре. Раньше оно так не глючило. Когда я там в 14-м году, в 15-м записывала. Все было в порядке. Я не думаю, что это из-за допов. Потому что я даже одно время удаляла все допы. А вот и все равно, короче. Так что Себ объявляет ей, что он готов. И я думаю, что сейчас им нужно поднять романтические отношения и начать встречаться. Графиня убегает. Графиня не выдержала, что потомок Тианы и потомок Эми. Вы понимаете? Как бы родственник Эми и родственник Тианы будут править в этом доме. Она просто нахрен сбежала. Что это такое, блин? Кому я это все наживала? Этот графский титул? Чтобы вот эта бесстыжая Эми? Чтобы ее племянница? Чтобы сыно... Ну, как бы это ее внук, да? Но я думаю, что Санай была бы все-таки за Эдварда. Если бы она была жива, она бы за Эдварда была. Они сейчас станут нас парой. Начнут встречаться. Не факт, что рыжий будет? А, ребенок. Ну, вообще, хотелось бы черненького. Не знаю, почему. Хотя в этой ветке-то рыжие были. Ну, кроме лорочки, да. Кроме лорочки-то они... А давайте сразу... Посмотрите, есть предложение. А мы даже и не целовались. Хотя зачем им целоваться и не вухукались? Ой, предложение. Короче, он сразу тут... Он сразу делает ей предложение, потому что... Ну, а что это? Чего медлить-то? Они же это собрались делать как раз-таки для того, чтобы стать графом и графиней. Я думаю, что они сейчас пойдут к семье. И, ну, давайте, наверное, хоть поцелуются пусть. Хотя нет. Зачем им целоваться? Пока они вообще сейчас не о романтике говорят. Они все это время, скорее всего, говорили больше о том, что надо скооперироваться. Договорились. Вот. Ну, и теперь будут обсуждать, как бы выставлять Эдварда в не очень хорошем свете. Потому что без этого никак. Если они будут просто сами хорошо себя вести и быть такими миленькими, этого, возможно, не хватит. Да? Чтобы убедить Бернарда наследство оставить им. Вот. Нужно еще как-то будет порочить и запятновать и как бы Эдварда с Спринг. Так что у них сейчас будет голова забита этим. Они даже, видите, и не целовались. Так, давайте мы, наверное, сейчас всю семью соберем. Ну, как бы вставай, Берни. И сообщим им о том, что они начали встречаться. Но самое главное, чтобы узнали Эдвард. Давайте мы пару... О, Николь. Боже, Николь, ты че? Ты же еще даже не рожала. Николь Дракус. В следующей серии срочно ей рожать. Все, давайте. У них началось собрание. Всех их вместе тут соберем. Эми придет, Бернард придет. Эми не знает. Она не в курсе о том, что Дафна с Себом из корыстных побуждений. Вот. Она все-таки думает, что они больше сошлись. Ну, то есть, как бы племянница не стала посвящать тетю в эти дела, что она хочет стоить графиней во что бы то ни стало. Вот Эми будет поддерживать всячески Дафну. Ну, и Дафна поняла, что здесь нужно просто стараться, стараться как можно лучше казаться отсутствие пушистого друга. Убежала графиня и Берни взгрустнул. В общем, они объявляют о том, что они вместе и о том, что даже он сделал ей предложение. Такое спонтанное решение. Я думаю, что Спринг очень удивилась, потому что буквально еще вчера вечером, там вот, когда они были, сегодня, да, это уже утром они объявляют. Ну, в общем, еще вчера они целовались, там, да, как-то была какая-то романтика. Вот. А теперь такое решение. Ну, и как бы, да, всячески показывают, что они друг другу нравятся. Вот. Ну, и Берни, конечно же, одобряет такой выбор, потому что я думаю, что нам стоит жить и вместе. Ну, что вы скажете? Ну, вот, что я могу сказать? Это же знак игры. Ну, что я могу сказать? Конечно, конечно. Я только с радостью. Она сама, видите, предложила, я вообще не планировала. То есть, Дафна, она все берет в свои руки. Она тут, видите, жила непонятно где. Ну, кстати, Лоуренс и Виола, они там прекрасно остаются вдвоем. Так что Берни только рад. Вот, я думаю, два раза, ты типа, короче, это, я не пойму, это как? Ты же переехала. Чтоб, знаете, точно, чтоб не сбежал, еще раз переспросила и ключи еще потребовала. Ну, ключи ей сразу дали. Вот, Берни, я думаю, рад, потому что он, ну, как бы от этой самой, от Эми наслышан, да, что племянница хорошая. Ну, в принципе, продав, ну, я не могу ничего плохого сказать. Я не хочу ее делать супер-пупер плохой. Вот, и я уверена, что они не будут делать что-то такое, ну, например, как-то подставлять Эдварда перед законом или, ну, делать какие-то неправоправные действия, то есть, чтобы что-то жизни его угрожало. То есть, я не думаю, что они настолько в такую грязную игру будут играть. Нет, они просто попытаются по-хорошему, в лучшем свете показывать себя перед, перед этим самым, перед Бернардом. Вот, Сеп немножко удивился, видите, пошел ванну тут принимать, потому что он в уху кался с Дафной. И между Спринг, как бы, ничего не было, да, и он, ну, он немножко расстроился, потому что, как бы, Спринг... О, господи, Дафна ему нравилась, а со Спринг у него еще ничего не было. Но, тем не менее, я думаю, что они все так дружили, и потихонечку он тоже со Спринг, наверное, будет вместе. Это, наверное, все, что я хотела бы этой семье сказать. Вот, не думаю, что Эдварду прям стоит сейчас сразу же кидаться там, бежать за Спринг. Вот, пусть еще немножечко подумает. Вот, ну, он удивился очень сильно, потому что, ну, у него было что-то уже с Дафной. Вот, такое, конечно, решение брата. Но Эдвард, конечно же, не станет. И вообще, как бы, Эдвард очень удивился, потому что, как бы, Дафна-то с ним спала, получается. А тут она уже с Берни, ну, и как бы, ну, как бы он понимает, что девушка, ну, очень странная. Зачем она так себя повела? Но он не будет говорить ничего Себу, чтобы не расстраивать его. Да, то есть он, честно говоря, он подойдет, скажет, а я-то с Дафной вухукался. То, конечно же, ну, Себу будет очень неприятно. Так, сообщим о том, что графиня пропала. Давайте сообщим. А Себ, как видите, сам бегает, трется вокруг Бернарда, потому что, ну, в общем, у них план такой с Дафной. Как вернуть нашего кота? Посмотреть ленту подписчиков, опубликовать объявление о пропаже питомца. Давайте опубликуем. Давайте. Да, Дафна два раза аж. Дафна уже что здесь делает? Она думает, кстати, сделать массаж хочет Себастьяну. Осматривает уже свое влазение. Не очень ей нравится, что здесь спринг шляется. Это должно помочь. Будем надеяться, что поможет. Спринг, кстати, смотрите, она хочет поговорить с Эдвардом, поболтать. Посмотрим. Она с обоими братьями болтает. Она тоже, я думаю, не будет рассказывать всем, что она целовалась с Себом и что они ходили на свидание. Что такое? Вас покормить надо? Ну, ладно. Мне казалось, что у них есть лотки. Ну, эти самые не лотки, а кормушки. Миски для кормления. Может испортить Дафне отношения со Спринг? Дело в том, что Спринг, мне кажется, она такая милая, добрая, неконфликтная. Вот, и она не будет враждовать с Дафной. Ну, и Дафну, наверное, будут тоже такие отношения устраивать. Но мне кажется, что у них не будет вражды, но именно потому, что, ну, Спринг это неинтересно. Если там Дафна будет что-то такое делать, то, ну, Спринг не будет на это реагировать. Ну, в общем, Спринг удивлена, ну, что поделать. А если Себастьян убьет Эдварда за титул, как Тиана довела до смерти Доротею. Не, мы, я все-таки верю в их порядочность, в первую очередь. И то, что они братья, и что до такой степени они друг против друга не пойдут. Что Берни не опустится до тех подлостей, которые делала его мать. Не можем мы, кстати, питомца нашего позвать. Позвать питомца есть. А может позвать лишь хозяин. Но Себу будет очень тяжело, ну, как бы, находиться рядом со Спринг, потому что он, ну, продолжает к ней, ну, как бы, испытывать чувства романтические. Ну, и Спринг тоже, я думаю, что влюбилась в него. И ей, ну, не то чтобы сейчас, ну, ей непонятно больше, почему так произошло. Но, тем не менее, уже все объявил, объявили они с Дафной, Себ с Дафной о том, что они вместе. Себу теперь остается только смотреть на Эми с грустью. Ну, с другой стороны, как бы, да, он станет, скорее всего, графиня Дору, может, звонит поболтать. Сестричка звонит Бернарду. Ну, скорее всего, теперь он станет графом. Хотя это тоже еще не точно. Так, все, надоели они мне уже чуть-чуть. Давайте уйдем отсюда, я сохранюсь. Если коротко, суть такова. Себ влюбился в Спринг, но Дафна ему предложила хороший вариант, как можно им вдвоем скооперироваться и стать наследниками. И он выбрал ее предложение, хотя сердце его, скорее всего, уже занято Спринг. Но он будет пытаться подавить в себе эти чувства. Ах, коты умеют на холодильник залазить? А я даже не знала. Так. Ну что, за какую семью зайдем? Какой семьей поиграем? У меня сегодня в планах Марсель. Эстель, возможно. Савьер, мальчика повзрослеть? Можно мальчика? Я не готовила эти самые черты характера не выписывала, чтобы в генераторах, ну в смысле, что кто мать, отец, мне сложно будет выбрать им черты характера. В Марселе комната повзрослее мальчиков. Так вот, я же говорю, что я не помню черты характера. Ну то есть я сейчас могу посмотреть. Можно сделать так, если только без Нейтана и без Греты. А, Грета живая, без Нейтана, да? А может кто-то помнит черты характера Нейтана? Нам бы черты характера Нейтана вспомнить, и в принципе, да, можно. Давайте день рождения мальчишек устроим. Я еще хотела сходить в пекарню, посмотреть, как там дела. Ну просто ненадолго. Так, в Бриндолгской Бэе они живут. Вот если Нейтана напишите черты характера, то давайте. Хотя, может быть, Грета, она же, он у нее есть в этих, ну в списке общения, и там черты, по-моему, указываются. Было бы прикольно, если бы Майрон с Льюисом победили материнское растение в Стрэнджервилле. Я думаю, что вот это материнское растение нужно, ну, оно активируется уже после смерти Гэнзи. То есть я не хочу, чтобы Гэнзи второй раз как бы с этим сталкивался. Он дал напутствие Льюису, что есть такая фигня в Стрэнджервилле, что за ней нужно присматривать. Вот, и я думаю, что оно активируется уже когда Гэнзи умрет, и тогда, да, Льюису придется с Майроном или без Майрона, ну, как-то, в общем, справляться с ним. Так, посмотрим, что у нас тут. Поизучаем модные тенденции блогерша наша, чем тут занимается. Видеоролики публиковать, вот, отвечать на комментарии. Я ей всегда стандартно вот эти сразу действия даю, подогреть интерес к новому видео. А мальчики в шарфике у нас уже весной, их все ходит, Эммануэль, Даниэль, Даниэль плавает. Дочка Саванны, да, давайте дочку Саванны повзрослеем, отлично. Вот, я, кстати, об этом и не думала. Мальчики поплавать решили, ну, давайте, пусть поплавают. Вот, почему-то у, давно я уже заметила у этого самого, у Эммануэля, я их никогда не запомню, все время забываю. Нелюбовь к Спринг, что-то. А против, ну, конечно же, против детей любит природу и самоуверенный. Ну, отлично. Так, у нас Грета уже очень старенькая и сидит тут, ну, в туалет, конечно же, она ходит. Где она здесь? В туалет сходила. Да, я хочу, чтобы она пошла и села в свое кресло. А тортик у нас есть. Тортик еще есть с прошлого раза. Мы добавим сейчас сюда свечи. Вот, добавим свечи на тортик. Ух ты! Да тут вообще любовь-морковь полным ходом. Нет. Да, Грете уже давно пора в мир иной. Я хочу, давайте сначала, пока они маленькие еще мальчики, сделать скринчики с бабушкой. Потому что нет таких скринов, что с бабушкой они обнимаются. Так что Грета дожила до подросткового возраста своих внуков. А это вам... У Фиби, кстати, тоже дожила, да? Может, он болеет? Хроническая ангина? Не поняла, кто болеет? Кто болеет? Ксавьер – это Оскар с новой прической. Ну, а дело в том, что Ксавьер и Оскар – это двоюродные братья. Йоколы мэны, они двоюродные братья? А он же сегодня постарел? Ксавьер и Оскар – они похожи. И не только из-за прически, они же... Мама Оскара и мама Ксавьера – они родные сестры. Причем Грета старшая и Ксавьер старше Оскара. Ксавьер старше Оскара, а Оскар сегодня, мы видели, постарел, да? В общем, вот такие вот дела. Непонятные с возрастом творятся. Поэтому нужно такие стримы проводить, потому что иначе я просто не знаю. Иначе стеки просто либо заморозятся, и, в общем, уже очень все некрасиво выглядит. Скрины милые, совместные. А книжный червь у Патриции, что она любит журналы читать? Ну, как-то сомнительно все равно. Любит журналы читать. Да, не любила детей. Но она, как мне написали когда-то, что она просто чужих не любила. Не любила чужих, а своих очень даже любила. Так, ну что ж, давайте начнем с черты. Черта характера подростка. Даниэль будет. Душа компании. Душа компании, ну, весело, что. Любит природу, душа компании, тусовки. Возможно, он как бы продолжит вот типа блогерство мамы, ну, что-то в этом. Веселый будет парень. Любит на природу компания. По-моему, хорошо. Так, и мечта. Мечта для взрослого. Да, кстати, вот этот Ксавьер на гитаре играл. Может, он тоже будет брать с собой гитару в поход. Такой рубаха парень. Так, мечта взрослого. Невероятная грязь. Ну, кстати, это, по-моему, мечта подростковая, да? Или какая-то вот такая небольшая. Ксавьер, который загорел. Ну, да. Так, сдавай, отмечай, отмечай. Взрослей. Эммануэль тоже получает дополнительную черту характера. Против детей хочу, хочу, хочу. Ну, холерика, наверное, получу. Итак, Эммануэль будет угрюмой. Да что же это такое? Блин, ну, грюмый, ну как это так? Грустный. Ну, блин, ну, семья ж у тебя вся веселая. За вы или против. Так, мечта для взрослого. Исключительный художник. Ну, мне это больше нравится. Хотя, конечно, с музыкой было бы лучше. Но тут творческий парень. Любит музыку. Рисует. Плачет. А Ксавьер-то, кстати, сам. Ксавьер на Нейтана похож. А Нейтан на кого был похож? Ну, не на бабку Лили. На Вике? Ну, в смысле, на Дугласа. Да, на Дугласа. А Дуглас на кого? Дуглас был на Вике похож? Господи, как он, Дуглас мог, был похож на Вике, если он ее муж? Короче, это надо подумать. Мне вот теперь интересно, откуда это самое, ноги растут. Так, это Эммануэль, наш грустный художник. Носик Патриции. Глаза Папин и взгляд Папин. Тоже нос от Патриции, по-моему. Слушайте, ну вот мне как-то Даниэль, хоть он и смуглый, но вот он мне больше взглядом, что ли, напоминает Нейтана. Хотя Эммануэль... Блин, ну вот как-то Эммануэль все равно мне больше на Патрицию, кажется, похож. Да, от мамы тоже кое-что есть. Но это классно, что смесь такая. Смесь бульдога с носорогом. Ну что, кое-что от мамы, кое-что от папы. Это хорошо. Так, это у нас... Смотрите, один получается пацан веселый, а другой грустный. Прям вообще разные мальчики получились. Противоположности, я бы даже сказала. Сейчас мы из новых причесок глянем что-нибудь. Ну, кстати, тоже неплохо. Покажи Патрицию. А, категория, да, категорию Нейту выбрала. Ну, нос однозначно у обоих мальчиков от мамы. Глаза нет ни у кого. Глаза оба от папы. Ну и губы, по-моему, от Ксавьера. Нет, не от Ксавьера. От Патриции губы. У обоих причем. Ну, у Патриции это, наверное, из-за помады. А ну-ка, я сейчас попробую брать помаду. Может, в мужском и женском варианте по-разному выглядят? Так, давайте этому тоже новые причесочки примерим. Мне кажется, ему даже больше эта прическа идет. Так, ты у нас грустный. Надо тебе тоже такое выражение лица сделать. Печальное. Эммануэля в темные тона? Да я бы не хотела прям омрачать его. Так, давай тебе другую выберем прическу. Какую-то более вот что-нибудь такое. Так, мне вот эта первая даже понравилась. Сейчас я говорю, ну, кошка, ну что ты делаешь? Давайте ему сережку в ухо. Если только одна есть. Или можно не в ухо, а просто пирсинг. А, я же опять не в той категории. Ну, ё-моё. Категория. Ну, блин, ну это ж капец какой-то. Я не знаю. Так не должно быть. Когда ты заходишь в касс, должна быть сразу нормальная категория. А не вот это вот меняй потом. Вот я теперь не знаю, где это прическа, которая мне понравилась. Ну, где она? А дреды, как у Ксавьера? Не, ну, я не хочу. Я не люблю прям одинаковых делать. Я тогда буду путать. Я буду тогда его Ксавьером называть. Можно посмотреть, как оно будет выглядеть. Я, кстати, знаю это из университета. Университет, это дополнение. Ой, нет, это не из университета. Странно. Может, ты кого-нибудь между сер... Может, ты или кто-нибудь между сериями переоденеть, мальчишек? Да я вообще не люблю особо переодевать. Я недолго буду в кассе. Можно будет... Я теперь буду, наверное, иногда, вот как я говорила, надо сохранение всё переодеть. Тут не только в Стекелинбурге. Там очень многие уже не по возрасту одеты. Надо будет... Я буду устраивать переодевашки, может, так раз в неделю. Потому что прям уже плачет сохранение. Некоторые ходят пожилые, до сих пор в этих подростковых нарядах. Там ещё 2-3 стрима нужно переодевать. Может быть, и стеки тоже туда попадут. Слишком худенькие. Ну, папа сходит с ними в спортзал. Разберутся. Тоже как-то на серии. Может, отведём их куда-то в серии. Ну, блин, ну копия, папочка. Взгляд прям... Ну, чисто... Нет, мне так нравится. Пусть так и будет. Только этот добавлю ему. Скоро им девушек искать надо будет. О, боже. Мне кажется, что ещё рано только детьми были. Ну, если такие стримы получится проводить, то будут быстрее развиваться, конечно, в Стекелинбурге. Ему же надо. По-хорошему, Ксавьеру тоже нужно становиться пожилым. То, что Оскар, которого он старше, он уже пожилой. А, Ирис умерла рано из-за Дорис. Да? Ну, наверное. Но мне казалось, что я собиралась, собственно, и после этого. Но Грета прожила подольше от того, что спортом занималась. Да, я забыла. Ирис переживала очень из-за ситуации с Дорис. Что-то непонятное у него такое здесь. Там в КЦ есть настройка очки во всех нарядах. Да? А где такая настройка? Я сейчас как раз в кассе. Посмотрите, какая у него шляпа. Ну, тоже ж на папочку похож. Классно, что они всё-таки в Ксавьера пошли. И я рада очень, что больше на него. Ну, опять же, хорошо, что не копия. Потому что когда копия, это фигня. Второй такой же сим, ничего хорошего. Как вот Венди была похожа на Андреа. А, в КЦ. Не в кассе, а в КЦ. Так, ну, вот такой у нас Эммануэль. Он у нас художник, миломан. Ну, творческий человек, немножко грустный, печальный. Когда брат будет звать его веселиться, он предпочтёт посидеть, порисовать под грустную музыку, всплакнуть. Дерек Бунтарь не слушает Юлю. Ну, вот есть такое. Ну, так это многие вот этот Эммануэль или кто? Эммануэль, по-моему, в шарфике ходил. То есть, во всех нарядах шарфик. И вот попробуй забери. Это глюк какой-то с аксессуарами. Ориентацию настроить? А что там у них? Свободная, да, ориентация, наверное. Так, нужно сейчас выбрать, где мальчики будут спать. Убиваем бабулю? Вы серьёзно? Вы серьёзно хотите Гретти? Не, можно, можно. Ну, это нужно. Ну, жалко. Так, я думаю, что Даниэль займёт спальню Ролана и Ирис, которая была... Ну, просто он старший. Ну, и он сам такой по характеру более, скажем так, весёлый. Ну, это душа компании. То есть, у Ролана была комната в красных тонах, так что ему она больше подойдёт. Так, выбрать кровать для Даниэля. Вот Даниэль будет жить тогда в этой комнате. Вот и компьютер у него красный. Пусть идёт там, поиграет. И посмотрите, Эммануэль уже сам облюбовал. Ну, тут дело в том, что... Ну, пусть бабушка спит, не знаю. Они смогут, кстати, вот... Сможет Гретти сюда пойти спать или нет? Если может, то пусть бы так и спали бы пока. Ну, в общем, в любом случае, что потом эта кровать будет принадлежать Эммануэлю. Ну, Патриция... Патриция где-то там тортики хомячит и всем рассказывает, что она на диете. Говорит, идите, идите спать, а я пойду это... Пойду ещё фитнесом позанимаюсь, а сама тортики сожрала. Да, они спят спокойно, нормально, в одной кровати. Так что потом Грета умрёт, и как бы один будет в этой комнате Эммануэль. Вот, и Патриция тоже пошла спать. Я сохранилась или нет? Я уже забыла. Зэму, да? Окей, давайте пойдём Зэму повзрослеем. Я хотела зайти очень за Марселя. Там у меня тоже есть, ну, сюжет. Небольшой. В КЦ. Сейчас мы уже, когда зайдём за Мегешу, там зайдём в КЦ. Оно настраивается, наверное, на всю игру. Да, в Дель-Соль-Велле они живут. На втором этаже... У нас тут на первом этаже живёт Алана с мамой и с котом. Вот здесь живёт, кстати, Остин. Сыночек там переехал. Где-то с Виллу они тасуются. То есть не с Виллу, с Виллой. Вот в Стекелинбурге наши. И с ними на одной площадке живёт ещё, между прочим, Каракакса с мужем и с дочкой. Юля, извини за такой вопрос. Ты простила Олесю? Да я, собственно, что значит простила? Мне эта ситуация вся не понравилась. И как бы я переживаю только за выборы предстоящие. Я прекрасно знаю, что Олесе будет дальше опять что-то. Ну, это бесполезно. Это как бы то, что она там пишет, я больше не буду. Это всё хрень собачья. Потому что, ну, конечно, будет. Конечно, будет, но она будет просто стараться не палиться. Вот. Если это будет в пределах там одного-двух процентов, то есть это незначительное. Если это будет, ну, такое, если это будет что-то заметное, то придётся или выборы отменять, или дисквалифицировать этого кандидата. Не знаю, я только вот переживаю, ну, что выборы, ну, из-за этого всего могут не состояться. В форме опроса или несколько раз перепроводиться будут эти опросы из-за фальсификации. Я думаю, что она захочет за Кэндис топить, как бы опять накручивать. Поэтому Кэндис нужно будет, как бы, расстаться с Рауфом. Дамилола повзрослела. Дамилола. Так, запоминаем. Там Олеса повзрослела. Дамилола. В начале следующей серии, ну, стрима посмотрим на них. Так, где там ты лазишь? Где-то она ходит. Вот. Но когда Кэндис будет без Рауфа, то тогда она, скорее всего, захочет топить за этого, за Рафаэля. А тут, как бы, Руперта убивать. Ну, блин, жалко мне убивать кого-то. Ну, как бы, вообще не хотелось бы убивать. Надо подумать. Накрутка была, когда Виконта выбирали. Там был шортс про Виконтов, что один из Рейджей, как бы, наследует этот титул. Вот. И хотели все, чтобы было по-честному, опрос провести. Опрос немножко накрутили. Поэтому опрос пришлось отменить. Так, ну что, идемте, да, взрослеть. Зэма. Кстати, нужно попробовать, чтобы Мегеша удочерил ее, как иждивенку. Ну, он же будет ее воспитывать все-таки. Так, Зэма взрослеть. А ну, она же будет на маму похожа. Кстати, наверное, она будет копия мамы, мне кажется. Да, я удивилась, что она рыжая. Я потом вспомнила, как бы, это так и должно быть. Так, Зэма у нас... Кубиком выбираю, потому что для малышей нет смысла. У них лучик солнца. Эти персонажи постоянно улыбаются и смеются. Такая она Зэма. Ну да, ну вот, копия мамочка. Такая маленькая. Прикольная. И сразу плакать, и сразу плакать. За семью Ивы? Нет, сегодня не планировала я за них заходить. У меня в планах сегодня Марсель и, возможно, Эстель. Но, наверное, за Эстель уже не успеем. Такая маленькая. Ну, так-то вообще непонятно. Что-то мне кажется, что она, наверное, не копия Саванны. Ну, кожа, глаза, волосы. Всё по цвету от мамы. Ну, это ж у нас конкурентка для дочери Каракаксы. И, собственно, принцу этому старшему. Такая вот тоже кандидатура в жёны. Ну, я надеюсь, что она будет похожа очень на маму, но будет также иметь какие-то вот необщие с ней черты, чтобы копии не было. Ну, я надеюсь, что она будет похожа на маму. Вопрос, а почему Ива всё время проводит с Виллоу? Даже с Майроном она не проводила так много времени. И Золя, ну, что за глупости? Ну, что это она больше... Она и Майрона любит, она всех внуков любит. Просто так, может быть, замечено было, да? Если так и было, то это было не специально. Не надо видеть в этом теорию заговором. С фоткой Мигеля с Зэмой прикольно посмотреть. Мы, кстати, можем им забацать семейное фото. Я же не удаляла позы. Да, мы, конечно, сделаем семейное фото, потому что я потом забуду. Зэма вырастет и всё. И без фоточки останемся. Ну, такая же, как мама. Яркая внешне. Но я надеюсь, что характером она будет спокойной. Почему-то мне хочется, чтобы была. Там посмотрим. Да, сейчас сделаем фоточку на память. Звёздное дитя. А, у них тут есть диванчик. Кровать можно продать. Кровать нужно продать. И нужно купить кроватку для этого инфанта. Так, ну и тут, как обычно... Зачем здесь два зеркала? Вообще непонятно. Так. А Зэма узнает, что Мигель её отчим? Пока сюда подвинем, чтобы фон был более симпатичный. Детектив Танака. У меня к вам несколько вопросов. Надо об этом подумать. Твоя династия. Ещё раз поздравляю с 8 марта. Желаю вдохновения. Спасибо. Ну, более-менее нормальное освещение. Можно было бы и посветлее, конечно. Вот такая вот у нас семейка. Я думаю, что Мигеша рад. И он надеется всем сердцем, что получится у него нормальную семью. Создать. Давайте дадим им задания какие-то. Пусть он с дочкой своей поиграет. Так, диванчик на место поставлю. Можно нажать убрать все аксессуары. Я так всегда делаю, если Симы одевают фигню. Вот видите. А я нифига про командный центр не знаю. В нём столько полезного. Можно, оказывается, аксессуары убрать. Так мило стоят, как будто они вдвоём к ней подошли и пытаются утешить. Как жалко, что таких вот очень мало тройных действий. Мигеша будет стараться стать хорошим отцом. Хочет уже спать её уложить с саванна. Ой, вот они тройные. Вот они, о которых я действия говорю, что есть они всё-таки. Просто Марсель был очень ранним ребёнком. Мигеша был не готов. Помните, когда Мигеша приходил с работы? Марсель был маленький. Там Кириана жаловалась. Но он не готов был тогда. Ему не хотелось с малышом времени много проходить. То есть это было такое решение. Ничего хорошего из этого не вышло, как мы видели. А теперь уже в зрелом возрасте вот саванна может пойти там искупаться. А Мигеша сам разберётся тут с ребёнком. Ну, то есть вот с Кирианой такого не было. Кириана сама всегда с Марселем была. Вот Мигеша в воспитание, в уход за ребёнком вообще не влезал. Так, а есть действие удочерить? В рюкзак переодеть? Усыновить! Усыновить Зэмма! Круто! Слушайте, а это же не как иждивенку. Может быть, он её усыновит? И в смысле, что вообще она в дереве рода появится? Это будет круто! То есть это будет круто, если она не кровный стекелинбург, но будет в дереве рода. Ну, как бы... Короче, он узаканивает. Мне классно. Я не знала, что есть такое действие. Сейчас посмотрим, появится она в дереве рода или не появится. Свершилось! Семья стекелинбург усыновила персонажа по имени Зэмма. Она появилась в дереве рода! Нет, это супер! То есть она не биологическая дочь, она не кровный стекелинбург, но она в дереве рода обалденно! То есть как бы у него теперь... Ну, официально у него двое детей. Правда, младшая удочерённая. Класс! Это дерево рода наше! Видите, это какое у нас? Восьмое поколение, да? Восьмое поколение уже подрастает. У некоторых уже девятое появилось, но это не Стекелинбург. Вот, Изабелла у нас родит первого представителя девятого поколения. Надо мальчикам теперь вот развиваться, жениться, потому что они из седьмого поколения, и они пока ещё вот без пары. И, конечно же, Изабелли и Мелоди размножатся. Может, стоило тогда своего рожать? Нет, конечно, не стоило. Понимаете, этот ребёнок – это некровный Стекелинбург. Не надо будет никакого наследства. Мы потом, в принципе, вполне про неё можем себе и забыть. Она перейдёт в категорию соседей. Как вот Дора, да? Дора была дочерью Санай, но она не Стекелинбург. Она у меня… Семья Доры у меня никогда не была в сердечках. Они жили какое-то время с Санай. Потом она замуж вышла, переехала. Ну, как бы все её потомки, они в категории соседей, и прекрасно. И тут так хорошо. Нет, я не хотела кровного ребёнка ещё Мегеши, потому что это была бы головная боль. Это… Девочка сменила цвет кожи? Как? Как она могла цвет кожи сменить? Нет. Или сменила? Подождите. Он её, короче, назад повёл куда-то. Ты её купать, что ли? Топить? Куда ты её… Топить пошёл? Или сам пошёл топиться? Ты чё творишь? Ты чё творишь? Я такого никогда не видела в действиях. Ты чё делаешь? Плавать решил её научить? Слушай, а правда, как бы, посветлело? Или Мегеша загорел? Не пойму. А чё он делает-то? Я хочу на это посмотреть, что будет дальше происходить. Нет, она не стала кровным стеком. Она стала официально… Ну, как бы, его официальным ребёнком. Юридическим, да, ребёнком. Но она не стала от этого кровным стекеленбургом. Всё наследство досталось Марселю. То есть потом она вырастет и будет жить своей жизнью, и я буду с ней, к ней относиться, как вот к соседям, как обычной к соседке. А так бы, пришлось бы этой девочкой ветку свою делать, да. То есть это была бы ветка ещё одной династии. Тем более было бы очень жалко её, потому что она бы не получила, ей бы Кириана не дала никакого наследства. А тут, короче, мне кажется, всё хорошо. Идёт два стрима. Один горизонтальный, один вертикальный. Часто и кает. Мне вот непонятно, на чём он сюда пришёл. Качать младенца. Это, наверное, просто он сюда пришёл посидеть. Как бы он мог и на стуле сидеть, но он выбрал... Выбрал у бассейна. Часто и кает. Так, ну всё, пойдём за Марселя. И, наверное, на этом всё. А прикиньте, такой баг, что после усыновления она черты Мигеля переняла. Вы думаете, что кожа действительно посветлела? Планы – это одно, как вырастет, как понравится, как раскроется и будет в любимых. У меня есть соседи любимые, но они от этого не перестают быть соседями и не становятся стекеленбургами. Как бы у меня всё сохранение делится на стеков и на остальных. У меня в сердечке мои семьи только стекеленбурги. Они не развиваются, с ними ничего не происходит, когда я ими не играю. То есть они у меня под полным контролем. Дора, пока жила с нами, тоже была в этой категории. Потом она переехала, и всё, у неё своя семья. Она живёт в соседях. Я так же с Зэмой поступлю. Она мне, ну, конечно, я буду... Она реально посветлела. Блин, ну как так? Не, это очень плохо, потому что... Да ёкалэмэнэ, она похожа на него стала! Или мне кажется? Мне кажется, у неё глаза стали медешинские. Вы чё, офигели? И она это не подписывалась. Так, кожу я поменяю. А глаза-то я не поменяю. Так, надо посмотреть, какая... Какая кожа у Саванны. По счёту. О, боже! Она у неё какая-то... Настраивала я её тогда. Вот это. Блин, да нет, какая-то она... Давайте чуть-чуть... А, её уже нельзя сделать посветлее. Давайте вот так как-то, кажется, похоже. Сразу после усыновления она изменилась. У неё только цвет кожи поменялся. Я сейчас пересмотрела. Надо будет потом сравнить. Ну вот губы вроде бы такие же и были. Так, я сейчас ей скрин, ну так вот сделаю. Потом, ну я тогда не делала скринов. Но это будет очень плохо, потому что... Я не знала, что есть такой глюк. Четырнём? Ну посмотрим. Ну, я не знаю. Я, ну как бы, это вообще трындец. Я тогда не буду сохраняться. А когда я сохранялась в последний раз? Похоже на Мегешу или нет? Да нет, по-моему, на Саванну. Меня глаза смущают. Сейчас. Ну, это если изменилось что-то, то только глаза. Кожи всё-таки отличаются. Ну, блин, можно сказать, что глаза на мамины не похожи. Ну, это не Мегешевские. А если из мужика из неё сделать? Будут тут Мегешинские глаза? Это Мегешинские глаза? Нет, у Мегеши более такие узкие, знаете, такие хамовитые. Такие прищуристые. Такие немного пренебрежительные. Такие не уважающие никого. Не, она даже, она не похожа. У неё, если и глаза изменились, то они на третье что-то изменились. Короче, я не вижу в ней стековского ничего. И слава богу. Так, а ну-ка, вернись. Сейчас вернётся с рандомной прической. Конечно. Попробую вот так переменить. Не, глаза не Мегешины, и слава богу. Всё остальное у неё от мамы, а глаза получаются, ну, левые глаза у неё. Ну, я не люблю это делать, заглядывать, так сказать, в будущее, на кого будет похож ребёнок. Ну, тут и так было понятно, что она на маму похожа. Вот, я просто боялась, почему не добавляются ресницы во все категории, непонятно. Я не хочу во всех сейчас вручную менять. Да, левые глаза, ну и хорошо. Левые глаза, главное, что не Мегешина. Мегеша её усыновил. Мне всё равно не нравится её цвет кожи. Я не хочу такой тёмный какой-то, вот он прям на ней, ну, такой землянистый, что ли. Мне кажется, у Саваны вроде бы и тот написан, но он не так на ней плохо смотрится. Давайте как-нибудь вот так. Может быть, и поменялись глаза. Возможно, у неё глаза были изначально как у Саваны, а потом вот с этим глюком они стали левыми глазами. Ну, лучше уж так. Глаза левые, оба левых. Ну, так и получилось. Ну, капец, я не знала. Во-первых, я не знала, что есть возможность усыновлять. Я думала, что можно только как вот иждивенца, а оказывается, можно и вот так. Ну, и то, что при этом генетика меняется, это не есть хорошо. Где-то они в ресторане Афродита. Что ты там делаешь в ресторане Афродита? Кто-то там тоже шастал сегодня. Эми там была. А вдруг, когда подрастёт, будет похоже на Мегешу? Да не должна, мы же посмотрели. Не, она похожа на Саванну, а глаза не... Ну, это хорошо. Я хотела, чтобы она была похожа на Саванну, но с какими-то чертами нейтральными, чтобы не копией была. И она, получается, не будет копией. Ну, мы проспойлерили себе. Но зато мы теперь знаем, что она, ну, хоть не стеком стала. Ну, и хорошо. А так бы была бы копией. Ну, и ладно. С кем пришёл? А? Про комнату рассказать? Что ты тут делаешь? Ты один или как? Вроде бы один он здесь. Значит, какой у меня план сегодня? Почему я хотела поиграть Марселем? Ну, раз он здесь пришёл сюда, то давайте он не просто так пришёл. Пусть он пришёл уже с Лекси. Тем более, я и планировала вызвать. Она, по-моему, где-то здесь. Нет, не здесь. А, в старое сохранение вернуться и сравнить. Да, можно будет так сделать. Единственное, что даже если глаза поменялись, я бы их не возвращала. Так лучше. Глаза будут другие. Хоть какое-то различие с мамой. Ну, значит, так надо было. Значит, так было надо. Значит, какая ситуация? Симы взрослеют, соседи взрослеют. Сюжет с Марселем замороженный. Дождик идёт, плохая погода у нас сегодня. Но в смысле, что нужно что-то с ними решать, потому что они, на самом деле, тоже взрослеют. Давайте пойдём их... О, а давайте они пришли в кино. И пусть идут вместе, посмотрят фильм какой-то. Полуночная резня. Кириана, как мы знаем... Да что ж такое, чего вы не идёте? Вот я говорю, почему серии не хочу записывать? Потому что это нервомотательство просто. Они же не слушают меня. Идите уже хоть что-то, смотрите. Не пробовала у Марселя через КЦ удалить все бафы. Не пропадёт ли этот ремонт? Все бафы... Я боюсь, что черты характера удалятся. Вот чё они не идут? Слушайте, а может у него глюк из-за... Из-за этой комнаты? По-моему, из-за этой комнаты действия отменяются. Он, типа, начинает что-то, пытается что-то делать, а потом вспоминает про свою комнату, и всё, и понеслась. Бафы это вроде не черты характера, а скрытые мудлеты. Ну давайте попробуем, ну помогите мне тогда. Менюсик, где это делается? Это, наверное, в читах. Изменить, выбрать возраст. Не то, читы. Наверное, информация. Управление бафами. Удалить баф. Удалить все бафы. Может привести к чему-то. Давайте я сохранюсь. А то сейчас приведёт к чему-то. Читы. Бафы. Удалить все бафы. Ага. Даже бафы не удалились обычные. Ну, в читах это деньги. Информация, информация, щиты, нежити, бонусы, счастливый, ЖЦ, Резет, Резет Сима. О, нет. Сейчас ещё раз попробую. Это я собака, блин? Всё подпортила. Читы из дополнений. А, это я не помню, что было. Ошибка вылезла в конце. Ну, это не баф. Это не баф, это проклятие. Они не будут действия, наверное, отменяться. Я его могу, наверное, сюда телепортировать, чтобы он быстрее сюда дошёл. Чтоб они сели вместе. В общем, он теперь работает на своего дядю Оскара. Мама не нарадуется. Вот. Кириана там с Оскаром часто ходит на разные события. Ну, в общем, Кириане не понравилась эта девушка. Она рассмеялась и сказала Марселю, что ну ты чё, вот с такой вот лохушкой. Мы же теперь это самое, мы с баронами породнились. Я-то вам, оказывается, баронесса почти. Брат мой барон. То есть, ну, как бы, Кириана её полностью забраковала. Вот. А Марсель к ней чувствует, ну, как бы, ну, он её любит, наверное. Она, я не знаю, она ему очень нравится. Но он такой, понимаете, я не знаю. Вот он, не то чтобы он маменькин сыночек, но он не может. Вот Микеша, Микеша, он, ну, вообще-то, как бы, себе не считался. Он её любил, он её уважал, маму свою очень сильно любил. Но он запросто мог ей, ну, короче говоря, не слушал её и делал так, как хочет он. Всегда так было. Вот. А у Марселя, мне кажется, наоборот. Он очень привязан к Кириане. И он просто, ну, не может её вот ослушаться. Поэтому он будет встречаться с Лекси. Будет пытаться это делать. Я её возьму сейчас в контроль. Иначе мы не сможем ничего делать с ней. Вот. Он будет её нехорошо так кормить обещаниями. Он будет рассказывать, что я вот скоро маме расскажу о тебе. Вот. Всё будет известно. Ну. Говорит, потерпи. Ну, бывает такая порода мужчин. Дурелью, дурелью косил под боттона. На теле же свихнулся ты, и вот тебе, братик, на. Учил свою визуну. Не нужно её вигню. И вот твоя потенция равна чуваку. Ну, любовь. Это Юль тебе на 8 марта. Спасибо. И девочек тоже поздравляю. Давай рожать, Изи. Рожать, Изи, вы хотите. Давайте мы это расскажем. В общем, будет он её кормить так нехорошо обещаниями, которые сам, я думаю, он понимает, что он хочет, знаете, хочется и колется. Ну, короче, он не может, он Кириане, сказать. И он, я думаю, что он сам себе говорит, что да, вот чуть-чуть-чуть-чуть я ей расскажу. Маме. А сам не сможет. Или будет пытаться рассказать, а Кириана будет, ну, как бы, говорить, что нет, нет, короче, нафиг она надо. В общем, не хватит у него смелости свою позицию поставить так, что вот я с ней встречаюсь, она мне нравится. Она, напоминаю, работает горничной в доме у графини Доры, да, там, где Элеонора живёт. Вот, там, моет, убирает, готовит, за ребёнком смотрит. Ну, то есть, как бы, а он уже сам наследник, у него большой дом. Ну, то есть, он уже взрослый, может предложить ей замуж выйти, забрать её к себе, но нет. А то он говорит, что нет, надо подождать, давай пока встречаться, вот чуть попозже, всё будет хорошо. Ну, такая вот мерзкая, конечно, стратегия. Но, тем не менее, вот, имеет место быть. Это, я не говорю, что он там вообще полностью плохой и всё это. Это, скорее всего, как, на мой взгляд, не хватает смелости. Вот, и я думаю, что... Чё, серьёзно? Это Лекси... Парой пусть они всё-таки станут. Это... Это Лекси, чары Лекси, она его расколдовала. Но он неблагодарная свинья, поэтому всё равно... Поэтому всё равно. А, вы об этом пишите? А я не видела, я так увлеклась ими. Ах ты ж, блин. Я бы даже и предложение сделала, но... Короче, я о том, что, наверное, Лекси от него залетит. Наверное, залетит. И, наверное, это будет повторение истории. И ты, ну, как бы... Ну, вот я такое вижу поворот событий. Ещё не точно. Ещё не точно, что она там от него залетит. Но пока всё... И вот, ну, я думаю, что Лекси уши развесила. Она его любит. Она его, правда, любит. Да и он имеет к ней чувства. Ну, это противная Кириана, ну, не может Марсель никак. Вот, поэтому он её будет кормить всяческими обещаниями. Обещаниями, где... Тут, по-моему, в этом ресторане есть на втором этаже, да, спальни. Вот, прекрасно. Просто им вухукнуться без зачать ребёнка. Даст ей денег на одежду? Ну да, кстати, она же одета так, потому что они же обанкротились. И я тогда всех переодевала их. Ну да, наверное, может он ей денег подкинуть. Он же теперь работает на Оскара. Но я думаю, она всё равно работу не сменит. То есть он её не будет полностью обеспечивать. Всё бы ничего, как бы, но время идёт. Соседи растут. Стэки тоже должны взрослеть, меняться. То есть он уже, как бы, в той категории. Изабелла, Мелоди, и потом он на очереди. Вот, что я думаю, что, ну, это должен быть ребёнок по залёту. Ну, иначе просто они, ну, им Кириана не даст пожениться. Они просто другую спальню выбрали. Вот, я думаю, что это будет ребёнок. Нет, им эта спальня не понравилась. Говорит, нет, говорит, мне, как племяннику барона, что-то здесь не нравится. Пошли в другую. У них, наверное, было сначала своё действие сделать в уху, а потом моё ещё сверху добавилось. После измен Мигеля Кириана никому не будет доверять. Может быть, и всё по этому, не знаю. Но я думаю, что здесь должно быть так. То есть ребёнок по залёту. Вот, и скорее всего этого ребёнка не примет Кириана. Кириана, ни ребёнка, ни Лекси. Вот, и он останется с Лекси жить. Ну, то есть это сделает на какое-то время Лекси тоже как бы семью из Текелинбурга. Ну, я уверена, что Кириана просто, она не согласится на это. Она там будет рвать и метать. Будет там, не знаю, тарелками швыряться. А Марселю не хватит смелости надавить и сказать, что, блин, ну как так? Ну, короче, не сможет он. Ну, она не беременна. Там 1% стоит. Мы сделаем тест, конечно же. Дело не в том, что не доверяет, она прям стала отвратная и злая. Да, есть такое. Я говорила о том, что она очень поменялась. После смерти Фиби, она когда вот, когда Марсель стал полностью наследником, так она почувствовала власть, что теперь это всё их. И она всегда, ну, как бы могла надавить на сына и, ну, в общем, считайте, что там Кириана всем заправляет. Она не такая, как Санай, она... Давайте мы на неё перейдём. Она дома, наверное, сменим на неё контроль. Она трусливая, такая тихая. Она не выскочка, она боится лишнее слово сказать. Она не как Санай. Санай была смелая, шла напролом, могла принять на себя там огонь. Это всё из-под тяжка и такая вот более хитрая. Ну, она напрямую не будет ни с кем там ругаться. Она так манипуляциями давит на сына. Где ты была? А, ты в гости к Берни приходил? Мужичка себе, что ли, ищешь? Муж, иди домой. Пусть Патриция вас не взлюбит. Хочет, чтобы все ей завидовали, даже блогеры известны. Блин, так Патриция аж родственница. Да? Да. Патриция – это жена её двоюродного брата. Она всегда была такая, просто раскрылась теперь. Да, я тоже так думаю. Она была тихая, спокойная. Там вот, ну, всё-таки Мегеша очень сильно повлиял. Если бы Мегеша её любил бы, она бы жила себе спокойненько, воспитывала детей. Но вот это всё, его поведение, оно подтолкнуло её к изменениям и как бы вот к оголению её натуры, какая она есть. Так, как нам теперь с ней разобраться? Чит-код. Информация. Бафами. Удалить все бафы. Всё. Всё. Может быть, если бы её ценили, любили, она бы такой не стала. Но как вышло, так вышло. Она теперь здесь главная в этом доме. Вот, живёт здесь в этом большом доме со своим сыном. Давайте мы вызовем прислугу какую-то. То есть у неё, ну, ей надо горничную какую-то личную, не знаю. То есть она живёт здесь, кайфует себе. Давайте мы наймём массажиста. С братом своим часто ходит на мероприятия, там, вот, если какой-то званый ужин у монархов или у каких-нибудь баронов, то есть он там достаёт для неё приглашение, чтобы она могла сходить просто покрасоваться, там, не знаю, у неё теперь много украшений разных. Вот, она не особо, она не особо умна. И она не интересуется, чем занимается Оскар. На самом деле, я думаю, что она и не знает. Она, может, что-то подозревает, но не особо вникает. То есть она не понимает, в какие неприятности и в какую, как бы, какой опасности, возможно, она своего сына подвергает, когда он там работает. То есть она этого не понимает, и ей всё равно. Но она видит, что Оскар стал бароном, хорошо зарабатывает, всё. Дальше её не интересует, не углубляется ни во что пройти сеанс массажа. Вот, у неё теперь, ну, доступ к большим деньгам. Фиби, на самом деле, всю жизнь копила, экономила, оставила много денег. Она теперь ими распоряжается. Плюс, я думаю, Оскар помогает. Она вообще не скупится на себя, в смысле, на сына. Вот, ремонт, видите, какой устроила, что до сих пор все об этом знают. Отправить её на свидание? Да я не знаю. Сейчас какая-то дичь выйдет из этого. Нет, она не родственница Доры. Давайте вернётся у нас Марсель и попытается... Так, это Карим. И попытается, как бы, вот начать разговор. А, вот так он вернётся. Расскажет опять маме про эту девушку. То есть Кириэна сначала рассмеялась, когда увидела её на этой вечеринке, что она там прислуживала. А потом, ну, всё-таки поняла, что правда, что у Марселя с ней что-то есть. Ну, и сказала, что, конечно же, нет. Ну, как бы, теперь уже, ну, ты не можешь с такой быть простушкой, лохушкой. Ни в коем случае. Вот. Ну, и Марсель опять начнёт вот эту шарманку заводить про... Про лекции. И она скажет, что нет. Там будем ходить вот куда-нибудь. Какую-то девушку мы найдём с титулом или какую-то из приличной семьи, из богатой хотя бы. А эти же вообще бомжи обанкроченные. Ну, то есть, в первую очередь, ей не нравится то, что она из очень бедной семьи. Да я вот не знаю. Просто ничего хорошего ей не выпадет на свидание её, если водить. Ну, в общем, короче, у Марселя не хватит смелости, а у Кирианы не хватит понимания. И она даже вот, я думаю, что если Лексия забеременеет, Кириана не примет этого ребёнка в этот дом ни в коем случае. Когда следующий день банкротства, не знаю. Надо, ну, на обычном стриме будет на каком-то. Так, ну, на этом, наверное, будем сегодня заканчивать. То есть, смотрите, я жду очень ваш, как бы, мнение по этому формату. Я, скорее всего, сделаю нарезку. Мегеша ходит тут. Сделаю нарезку и выложу ещё раз это видео, только более укороченное, как Династия Стекелинбург, 712 серия. Вот, ну, так вот события будут развиваться. Потому что видео никакого желания записывать нет. То есть, вот, смотрите, вот из этого могла бы выйти, да, полноценная серия. То есть, я бы вот столько её записывала, и теперь мне ещё часов 5 сидеть её монтировать. Не знаю, не хочется. Я хочу вот своё такое время посвящать на то, чтобы шорсы делать какие-то с интересными историями, какие-то вот такие сюжеты закручивать. Либо на стримах, потому что мне стримы нравятся, я могу с вами пообщаться. Я, конечно, не всегда все вопросы вижу, но стараюсь отвечать. Ну, как-то формат стрима мне больше нравится, потому что это такое общение с вами, и стеки развиваются. Вот так вот как-то. Как-то так. Теперь у Мегеши другая семья. И Марсель уже подрос. Всё тогда. Давайте, если этот формат зайдёт, в следующем стриме такого формата рожает у нас Изабелла. Вот. Ну и пишите, что ещё там поделать. Вот. И всем тогда спасибо за внимание. Всем пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!